Приветствую, я Василий Голованов и мой собеседник сегодня Павел Латушка, заместитель руководителя Объединенного Переходного Кабинета, руководитель Народного Антикризисного Управления. Павел, я рад вас приветствовать. Приветствую вас. Накануне событий 9 мая, всех мероприятий, посвященных этому, была информация, что Лукашенко чувствует себя плохо, болен и принимать участие ни в параде, ни в других мероприятиях не будет. Но практика показала, что, мы, кстати, об этом отдельно поговорим, что возникла крайняя необходимость поехать в Москву, сидеть с кислым лицом, изображать что-то, затем в срочном порядке, не оставаясь на обед, ехать в Минск, лететь в Минск. Какая ваша информация, что действительно сейчас с состоянием здоровья Лукашенко? Лукашенко не дезинформация ли это? Действительно ли он не так хорошо себя чувствует? Все эти повязка на руке и так далее. Ну, давайте попробуем разобраться на основании фактов. Первое, что мы знаем, мы знаем о том, что Лукашенко уже трое суток не слышно и ничего не видно. Он не появляется на экране, он не проводит встречи, нет публичной информации о том, где он находится в настоящий момент. Конечно, мы можем предполагать, что он находится в Минске, в одной из своих резиденций. Фактом является также то, о чем сообщило издание «Зеркало». С начала мая Лукашенко публично появлялся перед белорусами, перед общественностью только два раза, если мы не считаем 9 мая. Одно это было совещание, помните, с силовиками, где он все-таки сказал, что есть угроза нападения на Беларусь. А второе это было государственные награды, когда он вручал в преддверии 9 мая. И вот как раз в преддверии 9 мая на вручении государственных наград у него уже очень сильно сипел голос, ему было тяжело говорить и было четко понятно и видно, что он болен. В последующем не было подтверждения его планов посещения Москвы, и это давало основания для того, чтобы говорить, то ли он упирается, не хочет ехать, то ли действительно есть проблемы со здоровьем. Я убежден в том, что именно второе обстоятельство являлось ключевым, почему и не было подтверждения его поездки в Москву. Не мог он отказать Путину принять приглашение и посетить 9 мая Красную площадь. Конечно, состояние здоровья у него было плохое и, как мы видим, остается до сих пор. Была даже информация о том, что он болен ковидом, что у него вместе совмещено это с гриппом. Но, с другой стороны, если посмотреть на эту версию, то каким образом можно себе представить, что Путин допустил бы его к своему телу, когда Путин боится просто всех заболеваний страшно и пытается себя оградить от возможных инфекций. Вместе с тем, он оказался в Москве и мы заметили с вами, что действительно состояние здоровья у него плохое. Кто-то говорит, что он пытался симулировать, играть. Опять же, я не склонен согласиться с этим на 100%. Может быть, и была какая-то элемент симуляции. Но посмотрим на его физиологическое состояние. Каким образом он выглядит. Он набрал вес. Видно, что ему тяжело. Видно, что ему тяжело ходить. И то, что он подъезжал электромобилем в сопровождении охраны Путина. Ему специально нашли это транспортное средство. А в последующем мы видели, что ему достаточно проблематично передвигаться. Кстати, эти проблемы с ходьбой, с хождением у него были уже давно. И очень много о этом есть и видео, и других доказательств. По нашим сведениям, у него действительно есть проблема в коленном суставе. Это связано с тем, что он любитель большой хоккея. Второе, то, что лишний вес. И когда человеку все-таки уже близко к 70, а ему 69 лет, это срабатывает на коленный сустав. И по нашим сведениям, опять же, ему требуется хирургическое вмешательство на колени. Кто его знает, может быть, сейчас эта операция и проходила, или проходит в этот момент. Но это я скорее буду предполагать, у меня нет инсайдов. Но то, что она должна была состояться, такая информация была у нас. Опять же, мы знаем, что у нее есть проблемы с позвоночником. Вспомним, давайте, приезд Шойгу к нему в субботу. Неожиданно, когда подписано было это соглашение, скорее всего, о формировании дополнительной группировки совместной российских и белорусских вооруженных сил на территории Беларуси. В том числе, я думаю, там могла речь идти и о тактическом ядерном вооружении. То как раз тогда Лукашенко сидел такой распластавшись на диване. Ему было очень тяжело сидеть. И по нашим сведениям, ему давали блокаторы, ему кололи обезболивающие, для того, чтобы он мог перенести эту встречу с Шойгу. Поэтому проблемы со здоровьем точно накопились. Конечно же, добавляет к этому еще и то обстоятельство, что психологическое давление. Ведь он же прекрасно видит, как развивается ситуация. Он видит, что Запад очень серьезно настроен. Украина не сдается и не планирует сдаваться. А мало того, что не сдается, Украина планирует побеждать. И в случае победы Украины он понимает, какая судьба ждет его в этой истории, связавшись с Путиным при подготовке самой войны и конкретно участвуя в этой войне. Психологическое давление оказывает то, что мы стараемся его затащить в международный уголовный трибунал, в Гагу. И то, что он совершал военные преступления. То, что он является участником агрессии против Украины. Это все в перспективе дает ему четкое понимание, что судьба Милошевича его ждет. А Милошевич для него был таким образцом борца за страну и так далее. И он постоянно в своем окружении вспоминал, что вот как обидно, что вот его убили в тюрьме в Гаге. И он очень боится повторения судьбы Милошевича. Так что тут к этому еще и все психологическое состояние. Но факт есть факт. Три дня мы его не видим. Информация, что якобы все-таки у него грипп присутствует. Есть определенные небольшие осложнения, не угрожающие его жизни и здоровью. У него постельный режим. Ну, по крайней мере, такие сведи нам поступают. Насколько они правдивы или нет, ну, я думаю, что мы узнаем с вами. Павел, позвольте немного конспирологии. Это может быть отравлением? Я понимаю, о чем вы говорите. Была информация, что якобы его могли отравить чуть ли не в Москве. Он, если я не ошибаюсь, прилетел восьмого вечера. Улетел еще не до сдавшейся ланча или обеда. Ну, ланч, правильно говорить, наверное, по времени. Хотя не знаю, когда там планировалось. Я не думаю, что сегодня Путину необходимо это сделать в отношении Лукашенко. Лукашенко достаточной степени лояльный союзник Путина в войне, которую развязал Путин при участии Лукашенко. Он выполняет ту роль, которую взялся выполнять еще на стадии согласования агрессии, в первые месяцы осуществления агрессии. И до сегодняшнего дня он делает все то, что необходимо Путину в этой войне. Я не представляю себе историю, чтобы Путин сегодня захотел ликвидировать Лукашенко для того, чтобы создать дестабилизирующую ситуацию в Беларуси. В любом же случае, это ситуация напряжения. Это значит чрезвычайная ситуация в Беларуси. Это триггер для общества. Выйти на улицы, праздновать то, что Лукашенко ушел в иной мир. И это все провоцирует дестабилизацию внутри. Путину она не нужна. Кстати, с точки зрения контроля питания Лукашенко, мы имеем сведения, что, во-первых, с ним всегда ездит эпидемиолог, который контролирует от закупки до приготовления все блюда, до подачи ему на стол. В обязательном порядке все это, соответствующим образом, дополнительно контролируется службой безопасности Лукашенко. Поэтому отравить его, скорее, можно французам. А знаете, почему французам? Потому что Лукашенко очень любит французскую воду Виттель. Он ее сам распаковывает из упаковки, достает бутылку, лично открывает и пьет. Поэтому, если представить себе, что французы, ну я шучу, конечно, пускай мне не обижаются французы, отправят фуру с водой отравленной, ну, может, лично Лукашенко, может быть. Поэтому, скорее, я смотрел на этот сценарий как нерелевантный. О том, что будет участвовать Лукашенко и другие лидеры страны ДКБ, стало известно буквально накануне, то есть буквально 8 мая. До этого только один из президентов подтвердил свое участие, а тут целых 7, с учетом премьера. Как думаете, чем заманивал Путин в Москву всех участников действия на Красной площади? Я думаю, что, во-первых, это, скорее всего, была договоренность на уровне протоколов этих глав государства, чтобы не выдавать в паблик информацию об их приезде. Я думаю, Путину важно было получить срез спекуляции, что, смотрите, меня никто, его никто не поддержит, а потом вывалить в информационное пространство, а, посмотрите, все вы спекулировали, а в результате меня столько народу поддержало, ну, и в лице этих руководителей. Я думаю, это было согласованное, по-другому быть не может, потому что, как правило, пресс-службы дают заранее информацию, некоторые дают день в день, некоторые за несколько дней, но видно, что это было синхронизировано, согласитесь. Выпал только у нас, кто там, президент Кыргызстана, наверное, из этой обоймы, да? Чем же он их заманил? Ну, мы же в любом случае понимаем, а. Я убежден в том, что еще после событий в Казахстане, до начала второй фазы войны против Украины, все центрально-азиатские государства, которые были созданы на основании бывших советских республик, приняли стратегические решения по тому, как развернуть свой вектор развития от России, стать к России спиной. Они все в этот момент приняли для себя четкий вывод, что Россия является угрозой их независимости, безопасности, существованию как независимых государств. Любой руководитель, который там, кстати, как правило, мечтает всю жизнь быть руководителем, не хотел бы подвергать себя какой-то опасности. Поэтому стратегически во всех столицах уже лежат концепции развития, не предполагающие зависимость от Российской Федерации, а скорее иное, или создание нескольких центров силы, или точек опоры, правильно сказать. Но, с другой стороны, до сегодняшнего дня Россия имеет определенные рычаги влияния. Некоторые из них имеют военные базы Российской Федерации, как, например, Туркменистан. Некоторые имеют очень серьезные энергетические контракты. Некоторые используют Россию для транзита, ну, использовали, может быть, для транзита энергоресурсов. Я имею в виду тот же Казахстан, он уже ищет другие пути. То есть есть рынок достаточно большой российский. То есть здесь, конечно, играет еще тот фактор зависимости. Как, извините, когда-то в начале войны думала Германия и та же Франция, которые считали, ну, как же можно тут вводить санкции, отвернуться от России. Это ж такое для нас дешевое сырье они поставляют. Так и на сегодняшний день эти страны в один момент, а экономики-то их гораздо слабее, чем экономика Европейского Союза, не способны отвернуться. Я думаю, здесь сработала вот такая попытка пробалансировать эту ситуацию. Но то, что уже идет четкое понимание и направление, вектор движения от России, в этом я убежден на 100%. Кто из участников, вот, лидеров стран, которые присутствовали на параде в Москве, удивил своим присутствием вас больше всех? Кто меня удивил? Честно говоря, я не задумывался. Казахстан, Армения, которые, скорее всего, удивили, потому что мы видели с вами голосование в Организации Объединенных Наций, где они фактически подписались под резолюцию Генассамблеи ООН, о признании России агрессором в этой войне. И их приезд, конечно, в большей степени удивлил, как непоследовательно этих позиций. Даже мне было очень любопытно посмотреть, каким образом же Путин с ними будет общаться, как он будет к ним относиться и взаимно. Тогда, когда президент Казахстана, вы помните, сделал заявление прямо в присутствии Путина, отвечая Симонян, что является главным принципом Устава Организации Объединенных Наций. Территориальная целостность. И он, как бывший заместитель генерального секретаря ООН, человек, имеющий огромнейший дипломатический опыт, достаточно умудренный дипломат, согласитесь, но он четко понимает, к чему это все ведет, и как в мире это будет оцениваться, и каким последствиям это для России приведет. Но вместе с тем, еще раз говорю, конечно, Казахстан имеет огромную территорию, на которую раскрывает постоянно пасть, или там ротик, можно сказать, уже Российская Федерация, которая угрожает вернуть какие-то территории. Поэтому он тоже, как дипломат, наверное, пытается здесь балансировать. Но я скорее рассчитывал на последовательность позиций. Но, как вы прекрасно знаете, в дипломатии это не является обязывающим правилом. Последовательность не работает. Есть интересы? Позвольте я вернусь к Лукашенко, состоянии его здоровья. Вы можете смоделировать ситуацию, что будет происходить в Беларуси, если Лукашенко не будет? Ну, смотрите, если мы рассматриваем сценарий, что он просто уходит в мир иной, по обычным состоянию здоровья, то здесь, если трактовка проходит как обычный уход, то в должность вступает председатель Совета Республики, Наталья Качанова, которая представителем является тоже русского мира. Ее уже там, не знаю, как там, покрестили или что, вместе с Матвиенко. Вы помните, она была в Москве, ей даже Матвиенко подарила портрет Натальи Качановой. Они вместе сходили в монастырь, она встретилась уже с Лавровым и так далее, и так далее. Но если же это происходит насильственным образом, то Лукашенко, как мы знаем, в 2021 году, фейково рассказав историю о том, что в каких-то погребах в Гомельской области сидели террористы, которые хотели то ли его убить, то ли его детей, он принял декрет. И вот если мы посмотрим, начнем разбираться, я вот сам юрист и попытался разобраться, и в Конституции, якобы Конституции, потому что понятно, что это Лукашенко ее написал под себя, сам проголосовал и ее принял, мы ее не рассматриваем как в институции, и декрет, который он подписал в 2021 году, то тут немножко, конечно, такое хитросплетение. С одной стороны, главой государства становится председатель Совета Республики, то бишь сегодня Качанова. С другой стороны, все решения, которые принимаются в государстве, в том числе связаны с объявлением чрезвычайного положения в случае смерти насильственной. А насильственной смертью можно все что угодно протрактовать. Вот, например, умирает, и говорят, его отравили. Значит, насильственная смерть, правильно? Значит, это было воздействие третьего лица. Поэтому объявляется чрезвычайное положение, объявляет его Совет Безопасности, запрещаются там забастовки, вводится комендантский час, назначение всех должностей в стране Совет Безопасности, кто не исполняет поручения Совета Безопасности, освобождает Совет Безопасности. То есть это уже становится коллегиальный орган, это уже не единоличное решение, как сегодня, например, у Лукашенко. Но, если мы посмотрим на состав этого коллегиального органа, мы тоже попытались разобраться, у них есть в этом Совете Безопасности постоянные и непостоянные члены, вернее, постоянные члены, члены по должности. Это, знаете, как Политбюро. Помните, постоянный член Политбюро и кандидат в члены Политбюро, да? Так вот, но при этом непонятно, как они голосуют, потому что никто ж никогда не видел протоколов решений Советов Безопасности, где было подписано столько-то голосов за, столько-то против, потому что я уверен, что там голосования не бывает. Поэтому как это будет работать, никто не знает. И вот тут очень важный нюанс. Есть Качанова, которая формально может стать главой государства. Есть Вольфович, который является государственным секретарем Совета Безопасности, то есть фактически таким исполнительным главным лицом в Совете Безопасности, генерал. И мы смотрим на состав постоянных членов Совета Безопасности и тех, кто по должности. И как там крути, не крути, ну примерно половина, большинство, это все с генеральскими погонами. То есть это силовики. На кого будут ставить в этой ситуации силовики? Я предполагаю, что они будут ставить на Вольфовича, на генерала, потому что у всех у них в крови руки, они совершили преступление, и они будут рассматривать эту ситуацию с точки зрения сохранения себя, своей жизни, для того, чтобы как-то дальше выкрутиться из этой ситуации. Может, на кого поставит Кремль? И вот здесь вопрос. Кремль фактически играет на две персоны. Он играет и на Качанову, он играет и на Вольфовича. Потому что Вольфович, мы знаем, закончил Московское высшее командное училище, Кремлевку так называемую. Он закончил Академию Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Его первый заместитель генерал Павел Муравейко, первый заместитель госсекретаря Совета Безопасности, закончил также Академию Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Понятно, что тот же Вольфович, у нас были сведения, что еще до войны он регулярно с вести своей женой ездил в Москву. Кому? К своим друзьям, генералам, в Генеральный штаб, в ФСБ. Он постоянно дает отчеты в секретариат Совета Безопасности Российской Федерации. Там еженедельно, ежедневно. Это постоянная линия коммуникации, которая присутствует. То есть, это человек, который фактически ставленник Кремля внутри системы Лукашенко. И кому будет доверять Кремль? В большей степени и ему. Может ли бы здесь договоренность, что Качанова, которая формально является главой, но реально руководит Вольфович, может быть и такой сценарий. Но точно какая-то борьба может произойти внутри системы. Вопрос к нам. Мы с этим согласимся или нет? И вот для нас фактор ухода Лукашенко это триггер. Потому что белорусы в абсолютной большинстве своем ждут этого момента с нетерпением. И спровоцирует ли этот момент массовый выход людей на улицу? Потому что только массовый выход людей на улицу в этой конкретной ситуации даст нам возможность изменить политическую ситуацию в стране. В каком состоянии будут российские вооруженные силы? Будет ли это этап завершения освобождения территории Украины в СССР? Выход на государственные границы? Будет ли деструктивная ситуация или разрушительная ситуация внутри системы в Москве? То есть, очень много появляется факторов. Но в любом случае главным фактором это белорусы. Потому что только белорусы могут сражаться и бороться за свою независимость и суверенитет. В случае досрочных выборов давайте уже дойдем эту тему до финальной логической точки. Досрочные выборы будут объявлены. Кто к ним будет допущен и есть ли шанс, что режим сменится или уйдет? там насколько я помню прописано, что в этом случае досрочные выборы назначаются не позднее, чем 30 дней с момента смерти или не ранее 30 дней, не позднее 70 дней. То есть, фактически достаточно короткий промежуток времени для того, чтобы провести какую бы то ни было избирательную кампанию. Это короткий промежуток времени для того, чтобы решить социальную, конфликтную ситуацию, которая есть в обществе. Вернее, ну ее даже конфликтно, это так мягко, дипломатично сказал, когда у нас основные политические лидеры сидят в тюрьмах или находятся за пределами Беларуси. То есть, это необходимо освободить, это необходимо их реабилитировать, снять всю уголовную ответственность, а те, кто находится за границей, снять приговоры, вынесенные заочно. Потому что в противном случае они не смогут участвовать в выборах. Опять же, к этому моменту может вступить в силу закон, который Лукашенко вот в июне месяце о лишении гражданства. Он еще и налишает гражданства очень многих лиц. То есть, возникнет фактически вакуум, вакуум альтернативных политических лидеров, которые могли бы войти. Но даже при понимании, что они есть, я убежден в том, что этот Совет безопасности в нынешнем составе, где превуалируют генералы, где министр обороны, министр внутренних дел, председатель Следственного комитета, генеральный прокурор, председатель КГБ, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси, Сергеенко, глава администрации, бывший первый зампред КГБ, генерал, Вольфович, генерал, ну что, они захотят, чтобы просто уйти и передать власть, чтобы белорусский народ избрал своих представителей? Ну это ж сказка. Поэтому это нужно только сметать, это нужно только ликвидировать, это нужно ставить ситуацию, когда они будут бежать из страны, если успеют. Еще один вопиющий, вопиющую историю хочу поделиться с зрителями и попросить ваш комментарий. В колонии Витебска умер политзаключенный, блогер Николай Климович, которого приговорили к году заключения за смайлик в соцсетях на карикатуру самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Поставил он смайлик, это повлекло то, что эта карикатура появилась у него в ленте и за это человек оказался в местах лишения свободы, где умер. Павел, какая реакция мира должна быть на это событие? Ну, это неординарное событие, вся цепочка, вот это, арест, смерть, за что арест, как реагировать должен мир на это? Сегодня в Беларуси полторы тысячи политических заключенных, признанных правозащитной организацией Весна. По мнению нашего представителя в кабинете, который отвечает за права человека, Ольги Горбуновой, необходимо говорить о порядке пяти тысяч политических заключенных. И я согласен с ней, потому что лично я знаю очень многих беларусов, которые не получили этот статус или получали очень продолжительное время на политического заключенного. Очень много делают режим для того, чтобы заставлять, угрожать людям, если вы станете политзаключенными. Поэтому масштаб репрессий, он просто огромен. И то, что это приводит к смерти, в том числе в местах заключения, это уже не первый пример. Вспоминается мне сразу Витальд Ашурок, который также умер при невыясненных обстоятельствах в тюрьме. То, что произошло с Николаем Климовичем, это, к сожалению, не первый, ну дай бог, чтобы все-таки последний. Но боюсь, что здесь сложно прогнозировать, потому что даже в отношении Бабарика сегодня вот только что перед нашим эфиром опубликована информация о том, что он не значится уже в списках Новополоцкой колонии. После того, когда его раненого доставили в больницу, и с тех пор нет никакой ни малейшей информации в отношении его. Я встречался с одним из политзаключенных, который находился в этой колонии, он рассказывал, что за общение с Бабарика просто сажали в ШИЗО. То есть его полностью ликвидировали в отдельное помещение, на него оказывался прессинг. Но это происходит со всеми политзаключенными. У нас Николай Статкевич, один из лидеров демократического движения Беларуси уже многие десятилетия, и уже вчера супруга публикует пост, 90 дней, нет никакой связи с ним. И мы можем этот список продолжать и продолжать. Лукашенко держит заложников в руках, их пытают, их реально пытают, это просто не пустые слова, это 3 квадратных метра комната без окна, спать можно 6 часов, кровать замыкается на ключ, и потом нужно сидеть на сыром полу. Тебя будут поднимать, выводить в коридор, ставить на растяжку, смотреть, извините, во все доступные и недоступные места, если у вас там закладки, и делать это утром и вечером. Это пишут люди, и выходящие прежде всего рассказывают, как душат, как пытают, издеваются над женщинами, не дают средств гигиены. Не хочется это продолжать, потому что даже, как даже говорить про это, настолько неприятно, ужасно и дико, но, к сожалению, сегодня Беларусь не находится в фокусе. Я был на этой неделе в Страсбурге, в Сайте Европы, да, конечно, все собеседники, и в Сайте Европы, и в Европарламенте я встречался, и с вице-президентом, с депутатами, по вопросу представления отчета о перемещении незаконным украинских детей на территорию Беларуси и России, в котором участвует Лукашенко, но говорили политзаключенных, безусловно, мы не в фокусе, все это видят, понимают, но вопрос в том, какие инструменты, как это остановить. Мы говорим о том, что на сегодняшний день мир показывает свою беспомощность, абсолютную неспособность применить нормы международного права с точки зрения привлечения к ответственности за совершаемые преступления против человечности. И следующее, что будет делать команда Народного антикризисного управления к тому отчету, на котором мы продолжаем работать по детям, и мы считаем это приоритетным направлением, но и следующее направление, это отчет по преступлениям против человечности и предложение конкретных, четких, правовых механизмов, как привлечь его к ответственности в рамках Международного уголовного трибунала в ГАИ. Вопрос к нашим партнерам. Хватит ли у них политической воли, желания, силы принять эти решения, не фиксировать пытки, репрессии, которые уже зафиксировала одна из международных платформ 20 тысяч насилий, пыток в отношении беларусов на территории Беларуси, а именно создать механизм специального международного трибунала или предусмотреть ответственность в рамках международного трибунала в ГАИ. В этом проблема. Ну, Европарламент, правда, на этой неделе принял резолюцию, как раз и мы вносили свои поправки, где на это все обратил внимание. Но Европарламент обращается к странам, он обращается к тем, кто должен реагировать. И тут у нас, извините, затык, тут у нас стена, тут у нас пока проблема. Появилась информация, что Беларусь спешит установить сирены вблизи границы с Украиной. Павел, что вы знаете об этом, для чего это делается? Ну, слушайте, они сейчас подвели там, насколько я знаю, даже танковые подразделения к границе. Я не готов говорить, сколько, но вот опубликовано официально даже Министерством обороны Беларуси, что какие-то там учения они проводят, стрельбы, там, сколько там танков, не знаю, там, один, два, пять, десять, я не готов судить, но это информация из официального канала к государственной границе с Украиной. Ну, для чего? Для того, чтобы создавать риск, постоянное напряжение возможной агрессии, хотя тем количеством, насколько я понимаю, это осуществить невозможно, то есть мы сохраняем опять же эту оценку, пока это не выглядит, но с другой стороны, ведь не остается незакрытым вопрос доставки тактического ядерного оружия в Беларусь, не остается закрытым вопрос, что Лукашенко постоянно держит воинские подразделения вдоль границ с Украиной, и он понимает, каким образом будет развиваться ситуация, когда пойдет контрнаступление масштабное Украины, к чему это может привести, какие команды пойдут с Кремля, и что ему придется делать в этой ситуации, и соответственно, извините, ответка может прилететь, а для того, если она может прилететь, значит нужно устанавливать эти сирены, пытаясь гражданскому населению сегодня продавать опять же историю, ну вот Украина планирует на нас напасть или сделать какие-то плохие действия в отношении нас, это все пропаганда, мы понимаем, что они работают, работают на свою публику, которая не имеет определенный процент, все равно анализ всех вот платформ медийных социологических показывает, что белорусы смотрят порядка 30% независимые СМИ, а и государственные независимые еще там 30-35%, все равно большинство людей имеет доступ к независимому с точки информации и может делать выводы свои самостоятельно, но Лукашенко боится наступления вооруженных сил Украины, он очень боится, и потому он сегодня лежит в постели, потому ему очень плохо, а психологическое состояние, все-таки дед уже, ну 69 лет, я не хочу никого обидеть, кто зритель имеет такой возраст, но он сам пришел в этот статус такого деда, знаете, в негативном понимании этого слова, и в этом и связаны и остальные его все действия телодвижения. Павел, я буду вас благодарить, спасибо большое за содержательный разговор, всего доброго, дорогие зрители, напомню, что обязательно нужно подписаться и поставить лайк под этим видео, чтобы YouTube рекомендовал просмотры другим пользователям тоже. Берегите себя и ваших близких, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok